Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы начинаем проходить Арканум, серия первая. Старуха проклинает девушку за скверный характер, и с помощью некого таролога заключает её и весь город в параллельном мире. Но только виновница проклятия помнит о том, кто она. Интересно. А что же знают остальные жители этого города? Итак, вот-вот начнётся ваша история. Для начала выберите, как вы хотите выглядеть. Светлая кожа, тёмная кожа, смуглая кожа и очень светлая кожа. Ну, берём обычную светлую кожу. Хорошо, но хочу посмотреть... Блин, ребят, я уже забыла, как это делается. Я даже не посмотрела ни прически, ничего. Поэтому давайте посмотрим дополнительные прически для начала. Ладно. Сойдёт и это, и дополнительные наряды. Просто интересно, что там будет. Юбка-карандаш и блуза. Деловой стиль. Ну и текущие наряды. В общем-то, я думаю, что в самом начале это не имеет никакого значения. Я выгляжу отлично. Пускай начнётся история. Глава первая. Наказание. Старик споткнулся, оповисший лоскуты своей рясы и повалился на землю. Он не нашёл сил подняться, но продолжил ползти, стирая колени в кровь. Его дрожащая рука тянулась к расписным стенам пещеры. О, молю, услышь меня. Я потерял дорогу, а впереди лишь мрак. Я знаю, ты здесь. Темнота ответила на его призыв и сгустилась в нечёткий образ. И в его голове раздался оглушительный голос. Не всем удаётся пройти свой путь до конца. Нас наделили глазами, но не зрением. Мы смотрим в пустоту и в ней не разглядеть дороги. Старик раболепно прижал лоб к земле, когда услышал ответ. Что ж, ты прав. Людям будет дана путеводная нить. И уже вам решать, как её использовать. Старик протянул руки и поднял голову, когда ощутил под пальцами твёрдый переплёт книги. Он раскрыл её и достал оттуда карту. А... Ничто. Сейчас ты видишь пустоту. Но карты помогут тебе познать этот мир и найти в нём нечто большее. Теперь ступай. Старик вышел из пещеры. Ноги его дрожали и едва слушались. Руки судорожно прижимали книгу к груди. Селена уже заканчивалась делами, когда в кабинет сунулась голова её секретарши. Можно? Входи. В одной руке она держала кофе, другой придерживала помятые документы. В чём дело, Амели? Голос Селены был точно удар плёткой. Секретарша выпрямилась, задержала дыхание от страха. О, как же Амели ненавидит её. Он очень настаивает. Я говорила... Не дожидаясь приглашения, в кабинет ворвался мужчина. Он остановился у стола Селены и нетерпеливо спросил. Это вы директор компании Bridge Corporation? Ну, видимо, я. Кто вы и по какому праву врываетесь в мой кабинет? Меня зовут Роберт Штицхен. Я детектив. И без того хрупкое терпение Селены лопнуло. Она облокотилась на спинку кресла и сказала... У вас есть 10 секунд объяснить причину вашего появления. Или вас выведет охрана. На мгновение Роберт замер. Перед ним сидела девушка лет 27. Спина прямая, руки по-деловому и в то же время расслабленно сложены, а губы искривлены в стервозной усмешке. Ещё молодая, а уже с такой высокомерной жестокостью, смотрит на него, прячаясь за столом отделанным ореховым деревом. Теперь он посмотрел на неё осознанно, с интересом и спокойно сказал... Отлично, потому что у меня тоже нет времени. Поступила наводка, что на дне города будет варщик. Селена продолжила раскладывать документы, словно потеряла интерес и скучающе спросила... Варщик? Да, я из отдела по борьбе с наркотиками. Я хочу провести операцию по его задержанию. Городская администрация дала разрешение, но послала сюда. Вы и ваша компания являетесь спонсором праздника. Мне нужно и ваше разрешение. Он положил на стол документ, который Селена должна была подписать. Выбор, который вы сейчас сделаете, изменит ход истории. Угу. Разрешите ему провести операцию на моём празднике? Ну, почему бы и нет? Мне плевать, что вы будете делать. Главное, чтобы не помешали потенциальным спонсорам рассмотреть мои проекты. Когда будете вязать этого... Варщика? Не закрывайте с собой проекты. Они развешаны почти по всему центру. Роб удивился её цинизму, но ничего не ответил и просто кивнул. Она быстро расписалась в документе, что дал ей детектив. Амели, кофе. Селена протянула руку, чтобы секретарша вложила в него стаканчик. Но рука Амели дрогнула. Крышка слетела, и кофе пролился на документы. Селена медленно перевела взгляд на Амели, та испуганно уставилась на неё. Раздался голос Селены, убийственно холодный. Я всё чаще задумываюсь над тем, почему я вообще тебя здесь держу. Напомни-ка, почему. Простите, я... я... Амели стыдливо взглянула на Роба. Ей не хотелось, чтобы кто-то видел, как её отчитывают. Роб вмешался, голос его был спокойный, почти равнодушный. Пожалуй, я пойду. Селена едва обратила внимание на его уход. Останешься, чтобы подготовить новые экземпляры. Но у нас нет копий, придётся ждать факса. Значит, подождёшь. Но я обещала дочке сходить на День города, она ждёт меня. Меня это не волнует. Да и ей всего год. Что она запомнит? Ей уже четыре. Селена не ответила. Она взяла сумку и вышла, хлопнув дверью. Амели уставилась на пустой стул начальницы. Жгучие слёзы душили её. О, как же сильно она ненавидит Селену. День города был в самом разгаре. Вы можете сменить одежду и прическу. Да-да-да, могу. Люди толпились у каждого ларька. Дети перебегали через дорогу. Разбрасывали конфетти. Шарики, упущенные владельцами, то и дело взмывали в небо. Доносились вопли с концерта, устроенного в честь праздника. Селена шла по главной дороге, разглядывая проекты своих будущих мостов. В последнее время она всё реже выходила из кабинета. Она и сейчас вышла только для того, чтобы оценить свои вложения. И всё же ей было непривычно и даже неловко прогуливаться по городу. Селена остановилась. Она вдруг ощутила чей-то взгляд, тяжёлый, почти материальный. Хм? Она резко обернулась, но увидела лишь движение среди толпы. Кто-то подглядывал за ней, но не хотел, чтобы она заметила. Раздался выстрел. Все замерли и затаили дыхание. Селена быстро огляделась. Что происходит? Толпа расступилась. Селена увидела робот, задерживающего какого-то парня. У вас есть право хранить молчание. Всё, что вы скажете, будет использовано против вас в суде. Некоторое время она наблюдала за тем, как варщик пытается вырваться. Пока на него надевают наручники. Роб заметил Селену и, когда они встретились взглядами, кивнул в благодарность за её разрешение. Некоторые выборы могут улучшить ваши отношения с другими персонажами. Роб, благодарен тебе за содействие. Селена хотела уже пойти домой, когда вспомнила, что один из её проектов украшает ярмарку. Нужно проверить, как они поставили стенд. Ярмарка была огорожена железным заборчиком. Вход сделали до ужаса узким, отчего люди не терпеливо толкали друг друга, стараясь поскорее попасть на ту сторону. Справа шла женщина. Её немного повело в сторону, и она почти всем телом нависла над Селеной. Чёрт! Селена чуть оттолкнула её от себя. Женщина возмущённо развернулась к ней. Куда вы так ломитесь, милочка? Что за воспитание? Значение император или верховная жрица. Окей. Вот нахалка. Это кто ещё из нас ломится? А быть благосклонной и промолчать. Вот поэтому я и не хожу в подобные места. Всегда натыкаешься на такие ситуации. Женщина всё возмущалась, не прекращая пробираться через толпу. Пусть болтает, что ей вздумается. От неё раскалывается голова. Селена прошла мимо неё, не обращая внимания на досадливый взгляд незнакомки. Селене пришлось пройти через всю ярмарку, чтобы найти свой проект. Так и знала, что без контроля эти олухи сделают всё спустя рукава. Одинокий стенд стоял вдали от аттракционов и сувенирных лавок. До него долетал запах общественного туалета. Амели снова не проследила. Бесполезная девка. О, если бы вы знали, сколько в мире бесполезных вещей. Из темноты ковыляя вышла старуха. От неё пахло мочой и приближающейся смертью. Она показала селение неопрятной, и та брезгливо повела плечами. Например, вы офисные планктоны. Что вы приносите миру? Помрёте? Никто и не заметит. Она выплюнула эти слова, нагло глядя селение в глаза, словно прощупывала её. Говори, что хочешь, старая карга. Мне нет до тебя дела. Так и не дождавшись ответа Селены, старуха снова заговорила. Вам нравится праздник? У неё был скрипучий голос, изо рта пахло гнелыми зубами, ногти были жёлтые, давно не стриженные. Нет, он обошёлся слишком дорого. Селена ответила без всяких эмоций, но не смогла сдержать настороженность во взгляде. Старуха ходила перед ней туда-сюда точно хищник, загоняющий жертву. Дорого. Разве деньги имеют какую-то цену? Так рассуждают те, у кого денег нет. Селена опасливо сделала шаг назад. Что ей от меня нужно? Старуха рассмеялась, покачала головой и махнула рукой. Тогда Селена заметила, что у неё в руках зажат иссохший труп змеи, кусающий себя за хвост. Заметив взгляд девушки, старуха подняла животное ещё выше. Такое в природе иногда бывает. Змея может спутать свой хвост с сородичем или, если по нему пробежал заяц, учуять его запах и решить, что это добыча. Старуха снова рассмеялась. Иронично. Она закашляла больным сухим кашлем. Ну нет, к чёрту. Только время с ней теряю. Не говоря ни слова, Селена развернулась, чтобы уйти. Но старуха бросилась к ней, схватила за руку и пробормотала. Нет же, куда это ты? Нет-нет, постой. Селена попыталась вырваться, но старуха оказалась на удивление сильной. Отпустите меня. Не одолжишь мне пару монет. Раз деньги, по-твоему, так важны. Помоги старой женщине. Селена рывком оттёрнула руку и с некоторым омерзением вытерла штаны запястья, к которому дотронулась старуха. Ага, искупление. Как поступить? А давайте дадим ей пару монет. Блин, мне кажется, или я пытаюсь сделать Селену добрее, чем она есть. По мне так стервой-стервой. Селена достала несколько купюр и протянула старухе. Держи, только отвяжись. Благослови тебя, Господь, деточка. Есть в тебе ещё крупица света. Старуха потянулась за деньгами, но вместо того, чтобы взять их, снова схватила за запястье. Нет, так не пойдёт. Так никуда не годится. Да что тебе нужно? Отпусти! На этот раз старуха сжала запястье так сильно, что от боли Селена потеряла силы отбиваться. В панике она обернулась к толпе, заметила среди них полицейских и прокричала. Помогите, полиция! Тише, не кричи. Что тебе сделает старуха? Просто поболтай со мной. Пошла прочь, старая корга! Она опять прокричала в толпу. Полиция! Наконец полицейские услышали мольбу и тронулись в её сторону. Среди них оказался Роб. Старуха мигом отпустила Селену. Детектив Штицхен, у вас проблемы? Нет, что вы! Мы просто болтали, детектив! Просто болтали? Селена выставила руку, чтобы они увидели отпечаток пальцев. Она схватила меня и вымогала деньги. Уберите её отсюда сейчас же! Селена почувствовала, как дрожит. Зачем она заговорила с этой женщиной? Зачем позволила ей до себя дотронуться? Роб кивнул полицейским, давая немое разрешение действовать. Один из полицейских постарался деликатно вывести старуху, но та начала вырываться. Успокойтесь, мы не причиним вам вреда. Эти ребята угостят вас горячим чаем. Селене показалось, что во взгляде Роба, брошенном на неё, промелькнул упрёк. Она с вызовом спросила. «Хотите что-то сказать?» Роб усмехнулся. «С вами страшно разговаривать». Полицейские подхватили старуху и повели к выходу. Старуха обмякла на руках стражей порядка, но затем вдруг обернулась через плечо и прокричала. «Все здесь животные в шкуре людей, а ты в особенности!» Её лицо исказило гримаса ненависти. Она сама в этот момент едва походила на человека. «Будь ты проклята!» И мир ответит грубостью на твою грубость и равнодушием на твоё безразличие. «Будь проклята!» Селена попятилась, не сумев скрыть страх. Широко раскрытые глаза старухи словно смотрели в душу. Ярость, изуродовавшая её лицо, была такой явной, что пугала. И этот гром, прогремевший сразу после слов сумасшедшей, точно поставленная в договоре печать, Селена стала не по себе. Увидите женщину, с неё достаточно. Пока старуху уводили, она всё пыталась обернуться и посмотреть на Селену. Когда она исчезла из виду, небо успокоилось. Не принимайте её слова близко к сердцу. Навряд ли она отдавала себе отчёт в своих действиях. Роб заметил, что Селена вся сжалась после предсказания о старухе, хоть и пыталась скрыть, что её как-либо задели её слова. Селена неловко поправила костюм и посмотрела на Роба. «Не смотрите на меня так, всё в порядке». «Не смотреть как». «С жалостью». «Поверьте, жалость – это последнее, что я к вам испытываю». «Это флирт или оскорбление?» Селена постаралась успокоить стучащее сердце. Она всё не могла отделаться от скребущего чувства беспомощности, которое она ощутила, стоило только старухе схватить её. «Провести вас или дойдёте сами?» «Что? Ах, вы ещё тут!» «Что ответить?» «Проведите, если не сложно». Губы Роба чуть дрогнули в улыбке. Селена прошла мимо него, будто не заметила этой усмешки. Роб пошёл за ней, отставая на пару шагов, как если бы был телохранителем. Селена чувствовала спиной оценивающий взгляд Роба, но делала вид, что сосредоточена на изучении ярмарки. Слишком много людей. Неужели им нравится тратить время на бессмысленные аттракционы и поедание фастфуда? Столпотворение не пугало Роба. Он давно поставил стены между собой и внешним миром. Возможно, поэтому его забавляла напряжённость и скованность в движениях Селены. В своём офисе она была как рыба в воде, а среди людей выглядела точно двузубая, выброшенная на сушу и в страхе выставившая свои иголки. Он не упустил из виду и то, как незаметно она оборачивалась, чувствуя на себе его взгляд. Селена вдруг заговорила с ним, не оборачиваясь. Вам нравится ваша работа? В ней я нахожу смысл. Смысл? Да, моя работа имеет для меня определённый смысл. А что насчёт вас? Селена вспомнила, как смотрела на свой первый построенный мост, как она всматривалась в горизонт на той стороне и видела лицо мамы. Селена жалела, что не могла построить мост в своё прошлое, но она могла построить его в будущее. Да, определённый имеет. Они снова замолкли. Сценка со старухой вывела Селену из колеи, и она была благодарна Робу за то, что он её сопровождает. Он не пытался завести с ней диалога. На первый взгляд казалось, она его не особо интересует, и всё же Селена чувствовала, что это не совсем так. Она привыкла общаться с мужчинами жёстко, держать показательную дистанцию. Всё время держать удар, чтобы у них не возникло ни шанса подумать, что она в чём-то уступает им. Селена забыла, что такое простое человеческое общение, где нет начальников и подчинённых. Селена была обескуражена. Роб казался ей диким зверем, а она не знала, чем напугать его или приманить. Она обернулась на него, прищурившись. Он лишь кивнул в ответ. Роб хорошо разбирался в людях, замечал мелкие детали, которые, как мазки-краски, выстраивали картину личности человека. В кабинете Селены он понял, кем является эта девушка, высокомерной начальницей, успевшей привыкнуть, что весь мир что-то должен ей за успехи. Позабывшись, что мир не крутится вокруг неё. Но страх Селены перед старой женщиной напомнил ему, что она всего лишь человек. Вы с Робом немного сблизились. Какой-то прохожий выскочил перед Селены, и она спиной прильнула к Робу, отскочив от незнакомца. Селена, почувствовала тела Роба, ощутила, как костяшки его пальцев соприкасаются с её талией совсем немного, но от этого стало ещё волнительнее. Она испуганно отпрянула. Селена обернулась к Робу. Они встретились глазами. «Прости». «Всё нормально». Селена растерянно отошла от детектива и на мгновение задумалась. Она поняла, что, возможно, выглядела глупо в его глазах и рассердилась на него за это. Селена снова напустила на себя важный вид, словно и не было этих мгновений, когда маска упала с её лица. «Дальше я сама, спасибо». Роб улыбнулся, будто понял, какие мысли пронеслись у неё в голове и покорно кивнул. «Как знаете, всего хорошего». Селена проследила за тем, как он скрывается среди толпы. Она облегчённо вздохнула. Вне работы мужчины вызывали в ней некоторую панику и растерянность. С ними она могла потерять контроль, а Селена ненавидела терять контроль. С новой силой загромыхал гром, молнии осветили чёрные тучи. Селена замерла. Слова старухи снова промелькнули у неё в голове. «Все здесь животные в шкуре людей, а ты в особенности. Будь проклята!» «Что на меня нашло? Почему мне стало так страшно от этих слов?» Селену захлестнула паника. Её стали пугать мельтешащие прохожие. Хотелось убежать, скрыться, хотелось избавить себя от мучений. Не видеть эти перекошенные от хмеля лица. Она огляделась. Взгляд Селены приковал шатёр. Плотный полок покачивался от силы ветра, как бы приглашая зайти. Внутри было темно. Селена не могла объяснить возникшее ощущение опасности, которая, казалось, была повсюду, кроме шатра. Она тихо прочитала вывеску. Арканум. На мгновение у неё промелькнула мысль развернуться и бежать прочь. Но шатёр манил. Впервые она покорялась чему-то без вопросов, без шанса на протест. И ноги повели её туда. Точно сам ветер подталкивал войти. Селена остановилась, чтобы попривыкнуть к темноте. Понемногу стали вырисовываться очертания стола и фигуры в тёмном балахоне. Добро пожаловать, Селена. Откуда вы знаете моё имя? Таролок указал на стул. Присаживайся. Это женщина или мужчина? Селена упрямо осталась на месте. Вы не ответили на вопрос. Садись. Он снова... Он, ага. Он снова ударил Селену своим приказом. Она вздрогнула из силы, не осознав этого. На столе лежали сложенные карты Таро. Их освещали несколько свечей. Тени гуляли по шатру, играли с воображением. Селена. Её имя эхом пронеслось по шатру, пульсацией отдавая в мозг. Белая луна, что несёт свет и истину. Луна, что несёт очищение и гармонию. Селена молчала, пытаясь разглядеть за капюшоном лицо Таролока. Он замолк на некоторое время, будто искал что-то на дне её души, а затем подытожил. Ты недостойна своего имени. Тебе ещё нужно его заслужить. Только сейчас Селена поняла, как тихо было в шатре. Казалось, кроме них, более не существовало другого мира. Стоит ей выйти за полок, как она сорвётся в бездну. Селена вскочила, испугавшись этой мысли. Что... что вы такое? Она почему-то поняла, что перед ней не человек. В темноте капюшона была тьма, всепоглощающая, абсолютная. Голос был вездесущий, не принадлежащий ни мужчине, ни женщине. Словно с ней говорила сама Вселенная. Таролок, не замечая паники Вселенной, спокойно продолжил. Давай посмотрим, что скажут карты. Какую судьбу и какие испытания они уготовили для тебя. Таролок медленно взял карты и начал раскладывать их. Селена ощутила слабость в ногах и почти рухнула на стул. Я хочу уйти. Почему? Почему не выходит? Тело не слушалось. Да и куда было идти? Теперь вся Вселенная сжалась до размеров шатра. Селена, покорившись неизведанной силе, опустила глаза на стол. Таролок протянул три карты. Они веером раскинулись перед Селиной. Вот твоя судьба. Посмотри ей в лицо. Селена всмотрелась в первое изображение. Она хотела отвести взгляд, но не могла. Так. Каждый воткнутый в картину меч словно бы вырезался в тело Селены. Раз. Вселенная вздрогнула от неожиданной пытки. Два. Три. Ах. Четыре. Пять. В глазах потемнело, образ Таролока стал расплываться. Вселенная пыталась посмотреть на него, пыталась что-то произнести, но мечи продолжали вонзаться ей в спину. Шесть, семь. И едва последний меч пронзил эфемерной болью, прогремел приказ Таролока. Имей смелость смотреть ей в лицо. Вселенная распахнула глаза. Перед ней лежали три карты, но лишь одна первая завладела ею. Лишь она одна заполнила собой все пространство. Что происходит? Встретит всех нас. Селена услышала голос, будто звучавший издалека. Молиться по вашей души. Голос стал громче, а вместе с ним стали слышны и другие. Селена протянула руку к Таролоку, но он точно во сне стал отдаляться от нее, все больше погружаясь в дымку. Все люди грешны, но мы должны нести это бремя в вечном стремлении искупить свои грехи. Селена судорожно огляделась. Десятки людей сидели на скамьях, вперив свой взгляд на осунувшегося старичка в изношенной тунике. Церковь? Что я делаю в церкви? Здесь было холодно, пахло спертым воздухом в перемешку с благовониями. Шок, который испытал Селена, парализовал ее. Ее мозг отчаянно пытался объяснить происходящее. Мне это снится или я сошла с ума? Молитесь, и он услышит вас. Селена ощутила чье-то прикосновение. Сердце пропустило один удар. Какой-то парень фамильярно положил ладонь на руку Селены и сжал ее пальцы. Он нагнулся к ней и заговорщически прошептал. Не пойму, как сестрица выдерживает речи этого олуха. Посмотреть, что будет дальше. Селена не двигалась. Как натянутая струна, сидела и ждала, что последует следом. Ее тело было вадным, непослушным. Впервые в жизни она была так растеряна. Но парень только добавил, уже не глядя на нее. Больше Жозефина меня сюда не затащит. Кто такая Жозефина? Понемногу отзвенение спало, и Селена смогла дышать и двигаться. К ней вернулась решительность. Она встала. Надо убираться отсюда, где бы я ни была. Все взгляды разом приковались к ее фигуре. Какая-то женщина потянула ее за рукав. Что ты творишь? Селена смахнула ее руку, но затем взглянула на нее и снова остолбенела. Ее лицо... Куда вы так ломитесь, милочка? Что за воспитание? Сядь! Ты позоришь меня! Ты была там, на ярмарке. Леам, что она опять вздумала? Жозефина, успокойся. Леам поднялся следом за Селеной. Лилит, что случилось? Он обращался к Селене, сомнений быть не могло. Но почему он зовет ее этим именем? Почему они обращаются так, будто знакомы с ней? Кто вы такие? Селена отпрянула от них, словно увидела призраков. Священник умолк, его голос не был слышен из-за поднявшегося шепота. Селена стала пробираться к выходу. Когда она открыла двери, свет на мгновение ослепил ее. Сначала Селена ощутила, как свежий воздух ворвался ей в легкие. За ним почуяла странный запах, отличающийся от загазованного пыльного города. Когда глаза привыкли, первым делом она приметила кирпичные домики и бездорожье. Что это за место? Селена бросилась вниз по лестнице, но едва не споткнулась и не сорвалась вниз. Затем выскочила на дорогу. Раздались свист и ругательства. Селена отскочила в сторону. Селена отскочила еще до того, как поняла, в чем дело. Перед ней пронеслась карета с лошадьми. Она упала на землю и так и осталась на четвереньках, а торопела, наблюдая, как карета уносится прочь. Лилит! Лиам бежал к Селене. Жозефина, подхватив полы своей юбки, неуклюже пыталась угнаться за ним. Лилит, что с тобой? Ты не ушиблась? Лиам помог ей подняться. Селена не сопротивлялась, все еще не отнимая взгляда от дороги, где недавно ее чуть не сбила карета. Это какой-то розыгрыш? Селена посмотрела на Лиама. Он отрицательно качнул головой в ответ на ее вопрос. Может, я сошла с ума от переработок? Наконец, Жозефина нагнала их. Она ударила Селену своей шляпкой и истерично заверещала. Негодница что-то опять удумала! В церкви устроила цирк! Она замахнулась, чтобы еще раз ударить Селену, но та удержала ее руку и гневно отбросила в сторону. Убери руки! Жозефина почему-то очень испугалась этого жеста, отпрянула от нее и тут же успокоилась. Ты перенервничала! Давай выпьем чаю и ты объяснишь, что на тебя нашло! Лиам ласково улыбнулся Селене. Сестра права. Пойдем, Лилит. Селена упрямо покачала головой. Кто такая Лилит? Как кто? Ты! Ты, Лилит! О, милостивый! Как с ней сложно! Ты служанка в моем отеле. Вспомнила, наконец? У Селены вырвался нервный смешок. Служанка? Селена огляделась. Ну, может и служанка, да? До смехотворности странная одежда. Хиленькие здания, лошади, тянущие повозки. Все так правдоподобно. Мы с тобой встретились на ярмарке, помнишь? Ты назвала меня Хамкой. Решила, что я лезу без очереди. Жозефина посмотрела на Леома, словно искала в нем поддержки. Похоже, она не понимала, о чем речь. А может, не только Селена решила, что она сошла с ума. Лилит, пойдем. Леом подхватил Селену за локоть и мягко повел вдоль дороги. Это все не по-настоящему. Меня одурманили. Или это сон? Всего лишь сон. Навстречу шла какая-то женщина. Она явно никуда не спешила, походка ее была вальяжной, кричащей о чувстве собственной важности. Когда они почти сравнялись, Жозефина почтенно склонила голову, а Селена ахнула, не сумев сдержать удивление. Прогремел гром. Проклятая старуха. То есть она догадалась, да, что это из-за проклятия? И что что-то происходит не то. Ну, ребят, я пока не знаю, что сказать по поводу этой игры. Вроде бы пока интересно. Но что будет дальше? Какова будет развязка? Сможет ли наша героиня вернуться обратно в 21 век? Либо же она останется жить в этом странном средневековье каком-то? Будет известно по мере прохождения истории. Ребят, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ждите новые серии. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok